Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня прогноз на ближайшую неделю. Видение недели от Оракула видений. Вот так пришло название. Захотелось мне сделать это предсказание именно на Оракуле. Вы знакомы с этой колодой? Я выкладывала из нее советы на день. И интересно она преподносит информацию. Она такая, вы знаете, она более драматическая. Да, там чуть-чуть драмы есть. Но так как я читаю символы еще, поэтому я в символах вижу и не только драму. Сейчас стихия огня, мои дорогие любимые огоньки, знаки зодиака, овны, львы и стрельцы. Мои быстрые. Все сразу и вчера. Ну, многие из нас хотят все сразу и вчера, но для огоньков это часто жизненно важно. Они очень быстро иногда теряют интерес к вещам, которые не пришли так быстро, как они бы хотели. Хотя, зависит еще и от акцендента восходящего знака, ведь очень часто восходящий знак даже больше проявляется в человеке, чем его родной знак зодиака, под которым человек родился. Как вычислять акцендент, я рассказывала и не раз. Все это в свободном доступе в интернете. И поисковик вам в помощь. Это очень легко. В поисковик заводите акцендент, заходите на сайт и там подставляете дату рождения, место рождения. Ну и если знаете время рождения, нажимаете старт и вам выдает в каком же знаке зодиака ваш акцендент. И, конечно же, по знаку зодиака вы уже знаете стихию. Я всегда пишу под моими прогнозами, какие знаки зодиака, у какой стихии, чтобы вы не должны были это запоминать. Кстати, у меня тоже взяло время это запомнить. Путала. Я почему-то Козерогов и Стрельцов всегда путала. Абсолютно два разных полюса. Я сейчас это все понимаю, но все приходит с опытом. Моему каналу уже год. Можете меня поздравить. И благодаря вам, благодаря вашей преданности, благодаря вашему доверию, канал растет и растет довольно быстро. И вы мое вдохновение. Ну, сейчас я говорю именно со знаками зодиака стихии огня. Но, в принципе, все. Все вы мое вдохновение. Вы меня вдохновляете на подвиги, на поиск, на изучение. Я очень много изучаю сейчас. Иногда даже не понимаю. Я когда особенно углубляюсь в изучение чего-то нового и начинаю понимать, как же это может вам помочь, я радуюсь как ребенок. Ну что, мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя, улыбнитесь. Сегодня будет немножко другой формат, потому что колода большая и мне мешать ее не совсем легко, поэтому я чуть-чуть ее перемешиваю, а потом она разойдется веером. Во-первых, это будет красиво, потому что колода очень красивая. Ну, а во-вторых, я таким образом просто буду вытягивать карты из колоды. Ну, для тех, кто досмотрит видео до конца, будет карта на исполнение желаний, как и всегда в моих прогнозах. Я сейчас в предсказаниях этого не делаю. Ну, потому что поняла, что у вас все люди заняты, все куда-то бегут, куда-то спешат, особенно в этот год. Ведь карта этого года пятерка мечей, пятерка мечей это порыв, это движение, это очень быстрые и резкие перемены, поэтому я понимаю, что для вас легче, если вы хотите узнать ответ на ваш вопрос, не слушать часовое видео, а именно за 5-10 минут получить ответ на ваш вопрос, что я, собственно говоря, и делаю. Ну что, готовы? Чувствую ваше нетерпение. Ну, вы же огоньки. Смотрим, что же ожидать, видение ближайшей недели. Ну и, конечно, что же с этим, собственно говоря, делать? Ну, хочу вам сказать, что ближайшая неделя откроет вам очень много дверей, поднимет вас на какой-то другой уровень именно в продвижении каких-то волнующих вас вопросов. Если это касается здоровья, я буду приводить примеры, чтобы вы поняли, что это может быть. Хотя ситуации может быть очень много. Дело касается здоровья, то если до этой недели вы никак не могли понять, как же продвинуться именно в сторону выздоровления, то тут или лечение наконец-то будет действовать, или вы поймете, потому что ведь тут я вижу не только именно заболевания, я вижу психосоматику, вы поймете откуда, в чем корень проблемы и сможете это все изменить. для тех, у кого были какие-то неполадки в бизнесе. Вот здесь я вижу, что или вы что-то новенькое введете в свой бизнес, что качественно улучшит ваш доход, или время меняется. Вы знаете, вот от недели до недели меняется же потребность людей, меняются спросы. И вот тут я вам хочу сказать, что в принципе сейчас осень, и идет вот зима, идет время, идет время нового года. У нас, например, еще и Рождество празднуется, вот которое католическое, оно же в декабре идет. То люди дарят друг другу подарки. Ну, а также и в других религиях тоже идет Ханука, например, на Хануку тоже дарятся подарки, дарятся деньги. И когда это происходит, соответственно, бизнесы, особенно которые предоставляют товары, у них вырастает количество продаж. Точно так же идет к концу года. Люди заказывают какие-то сервисы, люди заказывают что-то, что, ну, в зависимости от того, с чем связан ваш бизнес. Отношения. Вот в отношениях я хочу вам сказать, что для тех, кого интересуют отношения, вы подзакрыты от человека, о котором вы сейчас подумали. Вы почему-то не открываетесь этому человеку. И тут нету мужчина или женщина. И то, что я вижу здесь, вот от ваше открытие вашей чувственности, именно открытие к этому человеку, качественно улучшит ваши отношения и даже может перевести отношения на другой уровень. По той простой причине, что человек к вам с чувствами и с душой вам надо решить для себя, хотите ли вы этого человека рядом или нет. Что еще могу сказать? Вот если все-таки не хотите, не держите, отпустите. Потому что человек ждет. Тут я вижу, чувствую ожидание, тут я чувствую даже предвкушение человека, а вы закрыты. Поэтому откройтесь. Никаких, вот тут я вижу, даже вот если вы у вас, вы работаете, будет или премия, или повышение зарплаты может быть, или какая-то единичная выплата за какие-то ваши предыдущие заслуги. Поэтому принимайте. Для тех, у кого ничего не меняется, вот потерь нет, только приобретение. Вот вижу только, что будет улучшение. Если у вас, вы переживаете, я же слышу, что вы говорите, если вы переживаете о каких-то потерях, нет. И сразу хочу сказать, перестаньте переживать, потому что чем больше вы на этом концентрируетесь, тем больше вы даете шанса этому произойти. Вот такое начало недели. Смотрим дальше. Середина недели. И что же произойдет дальше? Ну, а дальше все в ваших руках. Дальше все, все, что вы хотели начать, вы можете к середине недели начать. Если у вас есть, если уже есть какие-то планы, которые вы никак не могли начать, к середине недели, вы можете эти планы начать. Все будет у вас идти гармонично и быстро. Вот то, что я говорила о бизнесах и об отношениях. Отношения. Вот тут прекрасно для тех, кто вот вы откроетесь, и вы почувствуете, как ваши отношения действительно меняются, как вы становитесь ближе к человеку, и как человек открывается вам с другой стороны. Для тех, кто вот закрыт, вы почему-то не доверяете человеку. А тут я вижу, что человек вам со всей душой, человек готов или готова. Ну, мы сейчас говорим о человеке, не о мужчине и женщине. Это мужчина-женщина, это другой расклад. Это именно прогноз на неделю. То человек, если вы откроетесь, человек откроется к вам с той стороны, с той хорошей стороны, с которой вы даже не ожидали. И тут я еще хочу сказать, что так как вы довольно-таки нетерпеливы обычно, вот вы хотите все сразу и вчера, тут я хочу сказать, если вы решили что-то начать, то тут надо немножко терпения и не ожидать прямо моментального результата. Ребенок должен вырасти. Для того, чтобы получить результат, ребенок должен вырасти. Проект должен быть, как бы надо пройти через проект, предпринять определенные действия для того, чтобы проект завершился успешно. То же самое цель. Надо вырастить эту цель, надо предпринять какие-то действия для того, чтобы цель была достигнута таким образом, как вы хотите. И все то же самое во всех других сферах жизни. Если вы девушка, хочу вам сказать, что вот я сказала, да, откройтесь, но инициатива будет от мужчины. мужчина проявит инициативу именно к тому, чтобы сблизиться с вами. Принимайте. Или, как я сказала, отпускайте. Ну и завершение недели и итог, и, конечно, чтобы посмотреть, как оно все между собой связано. Вот тут я вижу связь. Кстати, иногда бывает и не вижу в конце связи, но понимаю, что и как работает. Ну что, смотрим. Помощь. Вот тут я хочу сказать, для тех, кого интересует бизнес, интересует работа, интересует материальный. Я уже сказала, что я не вижу ухудшения материального благосостояния. Тут я вижу, что все, что вы начнете делать, во всем этом у вас будет помощь. Тут вообще-то эта карта говорит о помощи высших сил, о помощи вселенной, о помощи Господней. Кто во что верит, вы понимаете, я никогда не привязываю это к чему-то одному. И тут ясно видно, что все, что во всем, в чем вам нужна будет помощь, эта помощь придет, даже без того, чтобы вы о ней просили. Поэтому будьте спокойны, двигайтесь вперед, и не думайте о том, что, вот еще о чем я говорю, что не думайте о том, что не получится, или это нелегко. Кстати, именно слово нелегко употреблять можно, потому что, да, не всегда все дается легко. Но когда вы говорите нелегко, частицу не, ваше подсознание не воспринимает, и ведет вас к таким событиям, и к такой реальности, где вам будет это все достигнуть легко. Поэтому смотрите, для тех, кто в паре, или вы замужем, женатый, или вы в браке, кстати, прекрасное время для зачатия ребенка. У вас сейчас прекрасное для этого время, поэтому, если вы хотели, если вас это интересует, то вперед, и только вперед. Ну, а для тех, кто уже беременна, женщины, для девочек, которые уже беременны, не переживайте, роды пройдут прекрасно, все у вас пройдет гармонично. Но, опять же, мы все знаем, с чем связаны роды, но все же зависит еще от того, чего вы боитесь, чего вы не боитесь. Вот тут карты говорят о том, что ничего не бойтесь, все произойдет самым легким для вас способом. Вот такая интересная неделя ждет моих огоньков. Неделя хорошая, неделя продуктивная, и неделя, которая доставит вам удовольствие тоже, потому что вы почувствуете и увидите какие-то результаты, а если вы что-то начнете, вы будете вдохновлены именно тем, что вы начнете, и оно поведет вас вперед. Ну что, планируйте свои желания, ставьте свои цели, ну и задавайте свои вопросы, а я посмотрю, смотрю, что же, собственно говоря, делать, не делать, слово нет, мы не принимаем, да, есть карта нет, но нет, мы не принимаем, мы знаем, что надо делать, если пришло нет. И я об этом говорю в каждом видео, когда я выкладываю карты на исполнение желаний, и не только. я хочу вам сказать, что если вы просто будете смотреть мои видео, даже не концентрируясь на том, что говорится в этом видео, все равно ваше подсознание потихонечку будет записывать все, что я говорю, и ваши установки будут меняться, и соответственно будет меняться ваше состояние, а изменение состояния, это изменение вашей реальности. А так как пропагандирую я счастье, радость, удовольствие, это то, что неизменно будет приходить в вашу жизнь. И я этого очень-очень хочу. Готовы? Смотрим. Счастье. Happiness. Вас ждет счастье. Все ваши желания запланированы правильно, сформулированы правильно, ваши цели поставлены правильно, и они реалистичны. Ну и все вопросы, которые вы задавали или задаете, получат положительный для вас ответ. Поэтому наслаждайтесь, наслаждайтесь счастьем. А счастье – это радость, удовольствие, любовь, прекрасное здоровье. Чего я вам, собственно говоря, и желаю. На сегодня все. Увидимся очень-очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok